Алроса Полезная складская площадь Большая территория склада и огромные объемы грузооборота требовали современных методов решения задач В Алроса было необходимо организовать систему грузооборота, обеспечить контроль движения и хранения товара Инженеры компании решили внедрить в МС-систему автоматизации складских процессов Развитие информационных технологий – это важный этап в современном мире И, конечно, вопрос автоматизации управления складским учетом, автоматизации процессов приемки, хранения, выдачи, учета грузов Которые есть на сегодняшний день в Управлении материально-технического снабжения Это вопрос наиважнейший для складских операций, поскольку позволяет облегчить работу кладовщика Позволяет сократить риски потери, утраты, порчи товаров Позволяет получить экономические эффекты, которые выражаются в том, что срок оборачиваемости запасов сокращается Срок доставки запасов до конечного заказчика потребителя сокращается Поэтому все давно понимали, что настал период, когда мы должны подняться на ступеньку выше И внедрить те самые технологии, которые давно используются предприятиями торговли и крупными промышленными предприятиями Для того, чтобы реализовать данный проект, мы провели большую работу по изучению рынка решений для автоматизации логистики И рынка партнеров, которые смогли бы нам помочь реализовать данный проект Выбор был очень большой На начальном этапе у нас было взаимодействие с 20 компаниями В дальнейшем из 4 участников мы выбрали компанию «Аксилот» Как компанию, которая предложила наиболее интересные решения с технической точки зрения А также устраивающие нас финансовые и коммерческие условия Компания «Аксилот» 10 лет лидирует на рынке по автоматизации логистики Программные продукты компании полностью разрабатываются в России Решения от «Аксилот» применимы в любой отрасли – от торговли до промышленности Сегодня компания «Аксилот» предлагает 5-е поколение ВМС-системы на платформе 1С «Аксилот ВМС-Х5» Программа гибко настраивается под специфику предприятия и помогает оптимизировать логистику Проект компании «Алроса» для «Аксилот» конечно же не первый проект по автоматизации складов снабжения Крупных промышленных предприятий Поэтому мы очень хорошо представляли те цели и задачи, которые ставит руководство компании «Алроса» от данного проекта Для того, чтобы проект был успешным, необходимо очень хорошо понимать специфику автоматизированных складов А склады компании «Алроса» они действительно специфические То есть это снабженческие склады, то есть это огромное количество совершенно разнообразной номенклатуры Которые совершенно с разными схемами грузообработки Для внедрения проекта была сформирована рабочая команда из сотрудников управления материально-технического снабжения «Алроса» и «Аксилот» Специалисты группы обследовали склады, настраивали информационно-технологическую интеграцию, отслеживали систему автоматизации Все это пришлось делать в условиях жестких ограничений по коронавирусу Участники проекта прошли необходимые тесты, карантин и провели работы в Ленске с соблюдением мер предосторожности При внедрении этой системы мы не просто автоматизировали текущие процессы Мы учитывали все особенности, которые существуют при работе с различными группами МТР И кроме того, было принято решение по изменению и оптимизации части процесса Например, мы внесли изменения в процесс отгрузки материальных ресурсов со склада До внедрения данной системы автомобиль по факту грузился кладовщиками И только потом данные об отгрузке вносили в систему В связи с тем, что данные вносились позже в фактической отгрузке Мы не могли заранее спланировать маршрут и погрузку транспортного средства Сейчас, после внедрения новой системы, мы сначала планируем отгрузку в самой системе Благодаря этому мы можем спланировать время подачи автотранспорта, его маршрута, его загрузку И только после того, как мы все это сделали, мы фактически загружаем транспортное средство и отправляем его в маршрут Благодаря тому, что процессы были оптимизированы и автоматизированы Сейчас в нашей новой системе мы имеем гораздо больше данных о грузах, чем было до этого В связи с этим у нас появилась возможность автоматизации других процессов, которые связаны со складскими Например, мы можем автоматизировать перевозку грузов Мы можем автоматизировать загрузку автомобиля Мы можем автоматизировать планирование маршрутов Мы определили Ленск, Ленскую площадку, Ленские склады, как базовую площадку для запуска проекта Почему Ленск? Потому что это входные ворота Ленск принимает все грузы, которые приходят для предприятий группы компании «Алроса» И от того, насколько эффективно в короткий период навигации отработают складские работники Насколько меньше они трудозатрат будут расходовать на приемку одной единицы ресурсов Тем качественнее и быстрее будет проводиться обеспечение всем необходимым наших заказчиков Поэтому система ВМС – это осознанное решение Ленск стал первой площадкой И до лета следующего года мы планируем внедрить, тиражировать эту систему на все оставшиеся площадки Айхал, Накын – удачно! Общемировая ситуация с пандемией и коронавирусом заставила нас, айтишников, на практике изучить инструменты удаленного внедрения, обучения, коммуникаций Часовые пояса, которые сильно различаются между нашим партнером в Москве и объектом внедрения Ленск Тоже добавили нам сложности, но все это было преодолено Считаю, что проект интересный и во многом показательный Те уроки, которые мы прошли, те навыки, которые мы получили, будем обязательно использовать в последующих проектах Как в направлении логистики, так и в других В целом мы ожидаем только положительные моменты От данной системы по всем складам мы прошлись Произошло внедрение, скажем, этой программы Каждый склад, он индивидуален То есть, если мы находимся здесь, на складе спецодежды Вот это очень большая, емкая, длинная и сложная номенклатура Это один момент Есть склады, где у нас большое количество позиций, но они однообразны Это тоже свои, скажем, моменты в работе Хранение материально-технических ресурсов устроено адресно Каждая ячейка, поддон или коробка помечены штрих-кодами Кладовщик может мгновенно проверить, что хранится в данной ячейке, используя терминалы системы Теперь для работы сотрудники используют цифровые устройства вместо бумажных записей При отправке адресату система не позволит выбрать не тот груз или отправить его в некорректном количестве Я с оптимизмом смотрю в перспективу тиражирования Впереди у нас iHall, NACIN, удачный, полученный пользовательский опыт, выученные уроки, апробированные решения, слаженная работа проектной команды И демонстрация живых пользователей, которые каждый день получают эффекты от результатов проекта Все это поможет нам быстро и результативно пройти этапы тиражирования Главным активом нашей компании являются люди Без их опыта, без их знаний в области автоматизации, складской и транспортной логистики проекты не могут быть успешными В первую очередь необходимо отметить профессионализм коллег, который подтверждается высокими результатами этого проекта Добиться таких результатов можно только в том случае, если за работу берутся две по-настоящему сильные проектные команды В связи с этим я хочу поблагодарить членов проектной команды за ответственность и самоотверженность Им пришлось решать сложные задачи в не самых благоприятных условиях Ну и конечно, хочется сказать огромное спасибо команде компании «Алроса» за приятное и продуктивное сотрудничество От себя лично я бы, конечно, хотел поблагодарить ту команду, которая работала над этим проектом Я считаю, что этот проект принесет через год, уже через год, свои ощутимые выгоды по всей цепочке поставок И надеюсь, что в ближайшем будущем мы все это с вами увидим и ощутим в своей работе Субтитры создавал DimaTorzok